Напомним, что в октябре прошлого года было подписано распоряжение о присвоении исторической части города Видное статуса достопримечательности. Переулок, где располагается сооружение, находится как раз на этой территории. Разбирательства о законности строительства здания на этом месте длились несколько лет и, наконец, закончены. Построенный объект подлежит сносу. Сегодня мы видим, как судебное решение по отношению к незаконному построенному объекту, вот здесь, в Пионерском переулке города Видное, вступает в силу. Вступает в силу, и вот этот объект будет снесен. Я очень рад, что это событие свершится, и вот это уродливое пятно с карты города исчезнет. Вопрос этот возник еще несколько лет назад. Уже тогда жители близлежащих домов стали обращаться в администрацию города с просьбой разъяснить правомерность постройки. Я писала по поводу незаконного строения администрацию города, администрацию области, технадзор обращалась, жилую инспекцию. По их словам, сооружение загораживает вид из окон и портит облик города. Теперь ведь это является достопримечательным местом, и, естественно, любые какие-то изменения, которые здесь происходят, они должны быть согласованы с жителями, в первую очередь. Ну и публичность лучше никто не отменял. Поэтому лишние строения здесь, я думаю, местным жителям, коренным абсолютно не нужны. Здесь нужны деревья, парк и свободные места для прогулки с детьми. Поскольку самовольная постройка подлежит сносу лицом, осуществившим ее, либо за его счет, мы связались с представителем собственника строения и в телефонном разговоре получили комментарий о дальнейшей судьбе участка. Мы планируем обеспечить встречу с жителями для того, чтобы решить, каким образом можно облагородить данный земельный участок. Может быть, какие-то определенные насаждения посадить, либо каким-то иным способом помочь жителям. Также от имени собственника приношу извинения всем жителям ближайших домов за причиненные неудобства. И суд, и юрист собственника признают незаконность данного строения. Но нас удивила позиция одного из якобы борцов за старый город Александра Баюклина, который считает это здание законно возведенным. О чем он и написал на одном из интернет-ресурсов. А то он говорит о невозможности какого-либо строительства на территории достопримечательного места. Надо присвоить старой части города некий статус, который не позволит никому больше никогда внедряться туда за строительными планами. Позиция двоякая и непонятная. Но вернемся к сносу. В ближайшее время планируется вывоз мусора и приведение участка в первоначальное состояние. Весь комплекс работ должен быть произведен до конца февраля. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.